эй кожаный мешок чуть-чуть фабрики не желаешь здравствуйте товарищ инженер меня зовут федор вы на канале фидисплей эта игра факторио и мы продолжаем строительство нашей макаронной фабрики с модом красторио это 4 серия у нас и здесь я бы хотел немножко поработать над электроэнергией максимизировать наверное вот эту выработку железом чтобы у меня максимум железных пластин здесь производилась потому что буров сейчас не хватает совершенно ну и потихонечку может быть в науку идти до железных дорог до лтн станций и еще бы я хотел от это место наверное как-нибудь может быть захватить для все для этого дела мне потребуется следующее у меня сейчас следует технология огнестрельный урон огнестрельный урон технология увеличит мне урон от пуль на 25 процентов и урон от мелкашки от мелкокалиберных турели тоже на 25 процентов соответственно суммарный урон если турелями стрелять по гнездам ну или по жукам увеличится на 50 процентов но тут если посмотреть навести на турель пальцем показываю справа урон 8 физически если автор и поставлю например бронебойная урон будет уже 14 но если я прокачать технологии сейчас у меня урон увеличится еще на 50 процентов то есть урон станет где-то что-то в пределах 21 22 там немножко не прямая зависимости формулы но суть примерно следующие будет соответственно гнезда убивать будет гораздо проще то есть если сейчас навести на гнездо и посмотреть на статистику тут написано физически 2 дробь 15 процентов что-то значит если у вас турель в данный момент 8 дамага наносит то итоговый урон сначала снизится на 2 будет 6 а затем еще на 15 процентов возможно там какой-то какая-то более сложная формула но порядке примерно такие то есть вы будете вместо 6 сколько вот у вас вот это вместо 8 сколько вас турель дамага наносит будете наносить 6 минус 15 процентов ну порядка пяти урона это вообще совершенно ни о чем это желтыми патронами поэтому нужны бронебойные и нужна прокачанная технология тогда дамага по ней будет не 5 летать а порядка 20 ну там поменьше чуть может быть 17 18 примерно такая математика соответственно это даст экономию по материалам по патронам в целом еще я тут прикинул мне потребуется порядка 40 тысяч железа вот железа у меня 291 тысячи порядка 40 тысяч железа чтобы по технологиям выйти так вот сюда вот в лтн и все сопутствующие плюс все проходные технологии то есть на сталь которая пластины позволит получать ну и все остальное сама железная дорога она ведь у меня будет требовать железные балки железные балки у нас здесь уже производится в этом месте что давайте этим примерно сейчас и займемся но для начала я бы хотел увеличить энерго в комментариях энерговыработку в комментариях мне вот об этом писали здесь немножко перри балансе на производство электроэнергии если посмотреть более так давайте вообще закажу а потом буду болтать раз два три четыре и этих два дальше мне потребуется труба и два манипулятора сам бойлер вот этот у него справа пальцем опять же показу максимальное энергопотребление 2 мегаватт соответственно он 2 мегаватта но сейчас у них сто процентов энергии твердого топлива переходит переходит в в пар и в электроэнергии соответственно 2 мегаватта выработки я могу это сделать ну и каждый вот этот вот каждый вот эта паровая машина по 2 мегаватта выра по одному мегаватта вырабатывают в сумме еще с 8 мегаватт вырабатывают вполне себе а так в целом тут как ванили должно быть потребление воды ничего в принципе изменяться в этом плане не должно так что я сейчас подожду пока она у меня скрафтится и надо будет увеличить энерго выработку потому что я начну ставить буры буры потребляет по 100 киловатт соответственно один вот этот вот товарищ наш будет обеспечивать 10 бров электроэнергии тут у нас что-то сюда было с дочкой переставлю сюда здесь можно забрать часто меня атака пойдет там как как раз таки видно что скопилось уже целая куча здесь но эта куча вся благополучно будет отстреливаться турелями турели кстати на будет тоже мне накрафтить здесь у меня спрашивали точнее пишут зачем ты не ставишь и из лаборатории в лабораторию все очень просто я хотел по линию по этой отслеживать количество банк учитывая сколько здесь банок я буду примерно понимать хватает мне выработки производства вот этих бутылок или нет здесь явно видно что красных не хватает по той простой причине что пластин недостаточно идет чуть позже возможно на эту сторону лаборатории переставлю и буду уже из лаборатории в лаборатории передавать примерно как-то так мы здесь можно будет увеличить количество ассемблеров которые будут производить банки если вдруг у меня будет здесь застой по ресурсам надеюсь я на эти вопросы ответил и сейчас я думаю потихонечку продолжим итак давайте установим нашу энерговыработку немножко увеличим электроэнергию так сюда две главное сейчас не забыть как в прошлый раз да у нас получилось трубой забыл соединить там сидишь репучишь такое очень не работает так что за этим нужно будет следить да у меня немножко тут к сожалению вот эти ребята кончились предлагали мне поставить вот здесь сундук и излишек сундук набирать не я не хочу это делать я не хочу все это в кучу лепить пускай мухи отдельно котлеты отдельно сюда нужно опять же железных пластин дарна будет час накинуть единственное что в данный момент железная пластина только вот здесь производится вообще мне нужно начать производство бронебойных патронов уж часть технологии откроется можно идти выпиливать улей у ли я сначала выпилю вот эти вот там уже капец накопилось как бы они мне сейчас тут не прессанули очень жестко их пожалуй сейчас на расскажу встречу сам то боюсь это толпа если пойдет не с той стороны откуда мне хотелось бы у меня могут быть большие проблемы но гнезда опять же бэбэшками сейчас будет да давайте закажу 10 1 2 ну и пару турели я думаю не хватит которые можно побольше наверно было бы заказать о радость побежал и вся толпа чудесным образом за мной толпой естественно натурали натащу сюда начинает немножко кушать но ответе очень очень много их что-то у меня случилось не хватает рим комплектов к сожалению он давайте это пока что отменим вместе с турелями нафиг надо мот поставить который позволяет перетаскивать вот эти объект до сюда и технология практически готова так здесь на заказать обратно патрошки и обратно турели что-то как-то у меня быстро кончились ремонтные комплекта вот эти все не очень то это и хорошо так здесь нужно увеличить еще я бы хотел поставить немножко турели может быть вот вот здесь потому что вот эта толпа она вот такими зигзагами может ходить вот так и не хотелось бы мне чтобы они там атаковали ты меня не в том месте где вообще совершенно то надо так что нужно будет на этот счет как-то помозговать подумать помыслить так здесь мне нужна труба у меня готова мы давайте все-таки продлим как то так окей сейчас я надеюсь плюс 4 мегаватта не так много проблем уже будет вот эти турельки тоже можно отсюда переставить какой смысл от них тут так 12 я их опять же пока что заряжаю желтым патрошками бэбэшки а пока на них тратить не хочу дай бэбэшки еще крафтится долго так сколько места да здесь 350 кстати вот побежали но здесь повезло то что они найти на эти пушки пошли давайте к ноге докрафтится уже уже окончательно с сожалению иногда придется некоторое время тупить дуплить тупить дуплить и ждать в банках еще плюс то что они делаются по пять штук в отличие от ванили слегка то упрощает нам компоновку что-то еще так вот эту железную руду нужно выкинуть железная руда вот это мне тут не нужно сейчас технологии откроется можно идти вот так усмело как раз у меня сейчас докрафтится турель такс вопрос надо ли мне кстати можно было бы гранат еще какие-то сделать чтоб массово атаковать магазин с бронебойными можно в принципе было бы сюда наверно вытащить потому что я все равно будут доставать и каким-то образом турель к их накидывать еще пару турелек можно скрафтить опять же пока что ручный труд максимально идет так здесь у меня дать ка это уберу смысла от этого нет надеюсь достаточно быстро мне получится выпилить эти гнезда сейчас в принципе блин эту толпу я наверно не знаю смогу ли я вручную распинать ее или нет я принципе убивать это довольно просто но все равно без бонусов конечно без бонусов конечно не то пальто лучше все-таки с бонусами бить эконом не просто будет отлично у нас готовы бонусы получилось 25 плюс 25 50 процентов бонусы строили ну и сейчас летящей походкой можно в принципе выходить в железную дорогу для железной дороги мне потребуется двигатель мне потребуется логистика если посмотреть двигатель плюс логистика с двигателя получая производство кремния производства стали и там уже идет непосредственно сама железная дорога стальные пластины все равно придется как-то делать из изначально из того среди которые у меня есть так но для начала плюс еще если посмотреть у меня для логистических для лтна для станции требуется логическая сеть соответственно я логическую сеть прямо сейчас могу исследовать потому что логическая сеть мне позволит сделать котика из лампочек это очень круто котик из лампочек это вообще самая главная цель в этой игре если вы не поставить котик из лампочек у вас просто база будет не популярна сразу вообще на ю тубе по крайней мере точно так давайте-ка я вас убью тут так турельки но я думаю в таком радиусе сойдет до свидания ну и смотрите вообще как как быстро выпиливает трой гнездо и опять же урон 14 плюс 7.875 то есть вот такой бонус практически 22 урона получается с одной турели по гнезду идет но по мне так это очень круто блин почему ты не стреляешь по червям я хотел поставить мод который называется even distribution который в равномере распределяет между объектами боеприпасы ну или вообще какие-то другие объекты там углем например вам нужно что-то закинуть ну или типа того но чё-то как-то не знаю поленился посмотреть если кстати эволюцию на гнездо еще просили мод поставить на эволюцию я пока не хочу оставить ну гуи evolution factor там тролливали тыры-пыры не хочу его ставить эволюция сейчас написано вот опять же пальцем показывал в правом углу 0,07 было 0,06 наверно сейчас она конечно будет быстро набегать это эволюция но в том плане что если гнездо убиваешь эволюция будет быстро расти и сейчас надо наверное сюда сходить сюда мне нужно будет сразу ставить за свет но не сейчас а в течение серии мы сходим ставить за свет и тянуть сюда провода для проводов мне потребуется да с опорами конечно беда надо леса нарубить раз уж я сюда пришел сейчас кстати можно посмотреть сколько даже желтые обычные патроны стали с бонусов бить но они явно больше щас стали дамажить даже вот если обратить внимание на да блин кашметка на обычных кусок у них здоровье дальнобойность у них вообще нет никакой защиты ничего здоровье у них 15 раз у них 15 здоровье соответственно турель с бы с ббшкой будет с одного выстрела убивать турель вот это вот желтым патронами будет их убивать 8 плюс 412 чуть-чуть не хватает еще один бонус прокачать но там требуется зеленые банки и красный можно было бы тогда и желтые их убивали бы с выстрела но к тому времени у меня скорее всего второй тир кусок появится а там у них уже резисты есть и броня небольшая так что вот не знаю если смысл этом но для начала для начала я все же увеличу количество бров вот здесь пускай ну пока крафтится вручную так-то надо было давно уже поставить они сопли жевать эту бегу и фигней страдают рассказываю никому не нужную информацию хотя может быть кому-то это и надо так уголь и хорошо пускай уголь здесь будет до катастрофически не хватает банок потому что не хватает выработки руды здесь можно так-то я не знаю мне сейчас такого количества стали вообще надо или нет я думаю что нет вот это я возьму с собой на боеприпасы еще не стали железных балка по старой памяти уже и здесь можно руками отрегулировать чтобы сюда лишний раз руда не шла делается очень просто тупо приоритет выхода вправо ставите все до тех пор пока здесь не будет полной компрессии налево ничего не пойдет так ролики мне есть камень да у меня 25 буров сейчас можно тогда в целом все расставить и нужно заказать столбы нужно заказать столбы буры я буду ставить таким образом чтобы максимум железной руды добывать то сейчас нужно может быть немножко переформатировать здесь будет вот это все максимум руды это во первых вот это нужно отсюда выпилить так ну окей давайте как-то так сделаем лампочку надо вернуть нужно сейчас буры вот эти вот расставить таким образом чтобы они песок не собирали не хочу отсюда песок этот забирать совершенно никак это на сортировку потом делать ну его нафиг тупо лень лень матушка она и такая у нас так сюда сюда ладно там сейчас чем разберемся тут правда лента конечно кривовасто пойдет но но это тоже не самая большая тут проблема которая может быть так здесь давай сюда тут вот так и вот так здесь еще один бур влезет да я надеюсь нигде не накосячила и нигде уголь не захватываться чтобы не сортировку не делать сортировка чуть позже сделаю покажу как можно по-человечески тут все это сортировать было бы так здесь можно даже здесь у нас влезло бы два бура давайте туда переформатируем опять же вот это все хозяйство здесь будет вот так да я думаю это будет норм предлагали мне поставить мод с quick 3 который позволил бы проходить сквозь постройки но не знаю я еще подумаю ставить его или нет итак продолжаем нашу чудесную расстановку здесь можно тупо вот так вот сделать тут особо без разницы что по какой стороне пойдет один фиг один фиг потом все это балансировать нужно будет так надо развернуть здесь влезет ли нет здесь бур не влезает ладно фиг с тобой фиг с тобой золотая рыбка так сюда опять же палки нужны деревянные электрификацию сделать древянные столбы так нет неправильно вот куда-то сюда и здесь надо бы столб тоже отодвинуть здесь справа опять же пишется если наведешь случайно на ресурс который не нужно было она будет написан но тут сделаем сюда лампочка переставлю сейчас я надеюсь максимум забирает остатки руды потом как нибудь выкопаем как нибудь в конце концов среди концов так сюда нужно поставить столб можно было конечно через подземные конвейеры все это делать но совершенно вообще не хочется вот этого товарища можно сюда уже убрать он здесь не нужен он сейчас будет просто мешать расставлять мне буры и вот эти турельки я бы тоже наверно переместил чуть-чуть повыше и на турели справа будет поставить соответственно турели нужно поставить на крафт еще две так здесь закрываем тремя турельками я надеюсь сейчас желтых желтых патронов их урона будет хватать так сюда сюда и сколько там у меня еще 4 турели еще 4 турели как раз сверху поставлю 1 2 3 4 так 25 19 здесь 4 многовато забрал пускай вот так вот будет печь куда тоже надо забрать она тут не нужна там может быть конечно часть ресурса уничтожилась но на это пофиг и вот как мы видим полная компрессия направо и налево соответственно уже что-то пошло что мне собственно и нужно было то есть налево руда идет по остаточным принципам потому что основное это вот сюда наполнить так вот эти ребята их можно отсюда убрать потому что мне стали вот это уже больше не нужно так что у нас по загрязнению снизу скоро атака пойдет и здесь наверное тоже будут проблемы мне нужны радары мне нужен засвет на каждый радар нужно грубо говоря ставить два бойлера поэтому сейчас еще нужно будет увеличить производство вот этого всего но нужно подождать пока мне пластины появится хотя пластины можно подворовать железные что-то типа того сделать да это конечно замедляет исследование в какой-то мере но можно было бы накопить точно так же сортировкой поставить давайте кстати так и сделаем то есть здесь буфер будет приоритет выхода влево буфер тут будет до буфера здесь не очень много получится ладно хрен с ним тогда скинем от счет этот начинаю прогонять уже можно конечно ящик поставить но в целом я предпочитаю в качестве буфера использовать сами печки потому что они рано или поздно накапливают все материал так мне нужно скрафтить два бойлера четыре движка и одну трубу и продолжать расстановку вот этого всего вот этих ребят отсюда можно тоже перенести они тут не нужны они просто мешают ну я сейчас верну практически сейчас вот этого поставим сюда тут тут лучше начинать от песка так и здесь это конечно от перфекциониста хотя факторио сама по себе игра от перфекционист я думаю что здесь смысла наверно нет больше подключать пока что месторождение потому что тут и так полная компрессия идет здесь в целом этого мне хватит пока что на первое время можно было бы конечно увеличить количество еще печек для переплавки но я этого делать не буду посмотрим сейчас я выпилю если мне будет не устраивать скорость исследований все остального я конечно добавлю но пока что смысла нет так здесь на сделать вот это вот окей готова у нас логическая сеть сейчас можно будет собрать котика из лампочек может быть это между сериями соберу ну не знаю может быть на серии покажу может быть показать конечно как сделать так чтобы она мигала а позже чуть-чуть но для начала будем выходить во все остальное которое мне потребуется для того чтобы получить железную дорогу то есть железную дорогу мы сейчас будем как говорится рашить без разницы что здесь открывать можно логистику можно движки давайте логистику дольше переключаться не надо будет и дальше движки все пускай она сама по себе открывается это сюда так и тут нужно поставить столбы 2 3 да больше смысла нет ставить и пожалуй надо вернуть печку и может быть производство стекла хотя я не уверен вообще надо ли мне частоты или нет так стекло и сюда чтоб чтоб не мешалось просто кто не знает как выкладывать наводите с рудой кнопку z нажимаете выкидывать здесь я думаю одного бура хватит если уж совсем там не припрет так 83 пускаю так вот будет достаточно смысла больше ставить нет никакого сейчас нужно будет обеспокоиться по поводу загрязнения потому что то что я поставил дополнительно буры это будет провоцировать дополнительно загрязнения так как у меня здесь пустынные пустынные биомы везде пустынные пустыне степи то загрязнение распространяется очень далеко возможно имеет смысл конечно вот этих ребят выпилить но учитывая то что загрязнение слабо на них доходит этого делать не буду так что сосредоточимся на основном это электроэнергия и распространение радаров так вообще надо бы конечно в очки автоматизировать опять же да блин кэш опять же производство камня вот через вот так вот не знаю это было бы наверно правильно как камень и печки но чуть-чуть попозже все таки это сделать мне сейчас вот абсолютно просто лень этим заниматься ресурсы есть ресурсы есть ресурсы есть достаточно 1 просто периодически все равно приходится прокладывать пути вот идет сейчас главное следить чтобы кусаки адски где-нибудь не в том месте чего не съели тут они очень хорошо но вот уже атака идет атака идет справа здесь кончились боеприпас надо сейчас туда будет сходить перезарядить но для начала давайте-ка закажем еще два 1 2 3 мне не хватает железных пластин железные пластины заберу отсюда тут уже начинает накапливаться и закажем четвертый движок и опять же трубу две трубы потому что сейчас 4 у меня уже есть и как раз таки 8 так снизу атака да подождите откуда вот отсюда атака пришла окей 44 более ромни есть 8 генераторов я щас поставлю так и желтые потрошки на потрошек заказать уже начинать не хватать уже начинает не хватать так пускай 30 будет 10 10 сейчас начнется вот это надо можно было конечно сделать автоматическую погрузку то есть турель затем манипулятор затем опять турель ну и самом начале поставить ящик чтобы автоматически подгружалась но не знаю не знаю опять же такой способ может быть поставлю чуть попозже так турельки давайте ка я вас сдвину так что в этих радарах у которых большая область засвета есть конечно минус вообще на мой взгляд нужно было бы автору сделать так чтобы было несколько радаров один с большой зоной покрытия и радар с мелкой зоны покрыть потому что мелкая зона на раннюю игру вполне себе хорошо подходит сейчас увеличится количество пластин у нас производимых можно будет поставить производство боеприпасов дополнительно можно их конечно автоматизировать кусаки брысь и чё-то чуть я не заказал манипуляторов дальше дополнительно раз два три 4 4 штук мне надо манипуляторов это сюда и труба самое главное не забыть труба прошлый раз забыл вот получилось такой конфуз небольшой тебя сюда тебе сюда окей сейчас посмотрим сколько у нас в сумме генераторов так неправильно посмотреть легко берете план сноса уделяйте генераторы в углу пишет 20 нажимаете shift пускай 20 генераторов это 20 мегаватт мы можем вырабатывать у нас сейчас потребление в сети так кышу на стол после нажать 9 и 1 ну то есть в два раза можно в два раза можно увеличить по потреблению соответственно без проблем могу поставить даже два радара и не париться мне в принципе этого хватит единственное в чем может быть проблема это недостаток угля но с углем мы сейчас разберемся итак нам нужно поставить несколько буров дополнительных на уголь у меня некоторое количество буров тут есть в заначке но я щас наверно скрафт еще дополнительно это надо убрать и все я думаю можно будет пойти на зачистку как мы видим банок сразу же накопилось банок сейчас больше чем лаборатория нас потребляют соответственно можно увеличить количество лабораторий то есть поставить четыре сюда но и дальше ну и и дальше посмотрим может быть с левой поставлю еще посмотрим то есть не нужны буры мне нужны лаборатории для всего для этого дела мне нужны пластины железные пластины я соответственно, сейчас заберу отсюда. Тут такой неплохой буфер получается. Давайте вначале, наверное, все-таки бурами обеспокоимся. Ну, я думаю, столько хватит. Далее, боеприпасы. Скидываем уголь, скидываем лишнее железо, потому что потрошки кончаются. А после этого уже только можно будет заказать лабораторий. Можно было бы, конечно, сейчас еще накрафтить шестеренок было каких-нибудь, чтобы в руках не крафтились. Но я пока что на это благополучно забиваю болт. Если обратить внимание, то дальняя сторона ленты забивается сильнее, чем ближняя, по той простой причине, что неравномерно манипуляторы выхватывают железо с лент. Соответственно, можно просто по правой стороне пробежаться с зажатым контролом и пособирать отсюда пластины из печек. Типа того. Ну, тут насобирало мало, конечно, потому что они не успели еще наклепать. Но в любом случае, сейчас в печках в этих пластин практически нигде нет. А у меня пластины немножко появились, эти пластины можно смело закидывать сюда. Чуть позже я сделаю автоматическое производство бронебойных патронов где-то вот, может быть, вот в этом месте, потому что сюда наши ленты выходят вполне себе. Ну, вот эта вся сталь, я вот опять же не знаю, нужно ли мне столько, точнее, железные балки. Наверное, все-таки нужно, потому что мне придется очень много железных дорог сделать. так, значит, что я хотел, а, я хотел поставить еще добычу. Хотя, с другой стороны, у меня сейчас угля-то так-то, опять же, лента забилась. Даже не знаю, есть ли смысл вот этого всего. Так, давайте тебе вот так вот развернем. Давайте бездавать. Бур сюда, бур сюда. Блин, тут оно не совсем сбалансировано. Хотя здесь балансер стоит, какая нам разница? Ну, пускай вот так вот будет, чтобы меня это не напрягало. Дальше, дополнительные турели мне нужны. Дополнительные турели, я боюсь, что мне еще потребуется немного бронебойных. Давайте вначале с турелями разберемся. Железные пластины и медные пластины мне нужны. Так, вот у вас я, ребята, заберу отсюда. Нет, забыл, 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 забыл в начале лабораторий. Потому что я хочу как можно скорее железную дорогу освоить. В начале лаборатории поставлю 4 штуки. Так, раз, два, три, четыре. И для этого, для всего дела, мне потребуются манипуляторы. Манипуляторы можно отсюда подворовать. Что-то типа того. Ну, пока оно-то все равно копится. Ну, все, сейчас подождем. Блин, вот в эти моменты, когда вот ждешь, ничего не происходит. Конечно, уныло. Уныние и тоска. Да, вообще можно, конечно, если для себя играешь, то вбить команду, например, вот эту. Заходишь в карту, если вам плевать на достижение. Да, блин, карта. Чтоб просто на черном экране было. Нажимаете букву Ё, консоль, и вбиваете команду. Слыш с пробел гейм.спид. Равно. И показатель скорости. Один, это скорость 100%. Два, это скорость 200%. Двадцать, это, соответственно, скорость, ну, сколько там получится? 2000%. То есть у вас UPS, вот этот, в правом верхнем углу, он у вас вырастет в соответствии с этим множителем. И игра будет идти гораздо быстрее. То есть если вам надо время перемотать, вы можете эту консольную команду вбить и перемотать время. Но, не знаю. Вообще, есть моды, так-то, конечно, для ускорения. Но можно вот через консоль делать. Ну, а дальше обратно ставите. Геймспид равно 1. Скорость игры у вас возвращается в нормальное положение. Нормальное значение. Конечно, для сервера, может быть, это не подойдет. Если, конечно, вы не админ там. Ну, или если у вас брата админа нет. Ну, или что-то типа того. Но для обычной игры, в принципе, перематывать иногда вот эту вот рутину, смысл имеется. Так, это сюда. Вот 8 лабораторий. Дальше можно будет их направо-налево расширять. Если лента чуть-чуть у меня просядет. Хотя можно сейчас, наверное, в принципе, и сразу было бы. Нет, я пока подожду, пронаблюдаю, что там будет у меня с линией происходить. Если будет нехватка, то оставлю как есть. Если опять будет полная компрессия, поставлю еще лабораторий. А пока что... Пока что мне нужно 2 радара. Мне нужны деревья, мне нужны столбы. И нужно сделать засвет. Я думаю, что мне вот здесь вот засвет один нужен. В целом. Чтоб вот это все вот видно было. И мне нужен засвет вот в этом месте. Второй радар. Потому что я буду захватывать железную руду вот эту. Для всего для этого дела, опять же, мне потребуются ББшки. Так. ББшки, турельки. Раз, два, три. Четыре турельки. Две турельки я поставлю на защиту радара вниз. И с собой еще надо несколько турелей будет взять. У меня кончились благополучно железные пластины. Железные пластины мы сейчас тоже заберем. Так. Железные пластины мы забрали. Да, у меня кончаются зеленые схемы. Зеленая схема, она тоже отсюда подзабрать из буфера. Это можно скинуть. Большого количества мне, конечно, этих зеленых схем не надо с собой. Но на всякий случай. И я хочу все-таки наделать шестерен. Мне надоело то, что я постоянно руками их крафчу. Так что давайте вот так вот сделаем. Так. В целом железных пластин, конечно, хватает. Вот так вот если посмотреть. Железных пластин вполне хватает. А по электроэнергии... Электроэнергии тоже хватает. Столб давайте мы тебя вот сюда поставим. Как мы видим, все еще у нас по-прежнему полная компрессия. Соответственно, еще можно лабораторий добавить. Чуть позже будет. В начале нужно все-таки достроить мне мои постройки военные. Так, радар. Ань, свай. Две штуки. Две штуки радара. Шестерня заберутся. Уже какое-то количество скрафтилось. И затем останутся только турели, по сути. И нужно дерево будет нарубить. Дерево можно, конечно, было бы наноботами еще нарубить. Вот наноботов скоро нужно будет тоже немножко увеличить в количестве. Точнее, даже не то, что в количестве. Их нужно просто будет поставить, чтобы они автоматически делались. Чтоб я это все руками не собирал. Потому что это грустная история в целом. Так, пять турелей и сто пятьсот тысяч миллионов вот этих вот патрошек. Учитывая то, что у меня сейчас все равно материалов не хватит для того, чтобы столбы делать. В частности, дерево. Я пока вот так вот оставляю. Медь нужно забрать. Вот эти метания постоянные. Взад-назад, туда-сюда. В принципе... Блин, мне медит, наверное, столько не надо. Это, в принципе, для старта вполне себе нормальная история. Так, меди мне столько не надо. Зря я ее забрал. Ладно, я сейчас скину это обратно. Вот таким вот образом. Нехитрым. Всегда вначале надо думать, потом делать. А я вот, видите, делаю, потом думаю. Все, мне сейчас этого вполне достаточно. Ну что, пойдемте поставим радар. Куда-то вниз. Я там смотрю, атака вроде какая-то была. Так, радарчик первый внизу будет стоять, наверное... Вообще, так-то вот где-то вот здесь вот мышкой ввожу я где. Вот где-то сюда нужно его поставить. Бригада УХ идет у нас. Так, сколько у меня здесь боеприпасов? 16, 20, 10, 8. Но их отстрелят. Их вполне себе отстрелят. Надо посмотреть, где есть деревья. Потому что мне нужны столбы. Деревь здесь полно. Сейчас я сюда схожу. По пути. На рублю. Так, по поводу радара. Метка будет. Давайте куда-нибудь сюда поставим метку. Так, радарчик. Чтобы мне просто понимать, куда тянуть столбы эти. Да, да, конечно, ад. Такими тут диагоналями работать. Ну, блин, что поделать. Диагоналями из деревянных столбов. Ничего более нового и интересного тут, к сожалению, придумать не получится. Столбов у меня тем более пока что нет. Можно их, конечно, исследовать. Но я все же хотел бы выйти в железную дорогу в первую очередь. Я надеюсь, мне хватит. Нет, столбов мне нифига не хватит. Давайте подрубим. Можно пока что на первое время сюда один поставить. Чтобы хотя бы чуть-чуть засвет поделал. Так, и вот эти ребята. Их, в принципе, врубать не нужно. Убивать это гнездо смысла нет. Топ-контент, рубить гирея. Но, к сожалению, это сделать необходимо. Я думаю, все это понимают. И, надеюсь, никто на меня за это не обидится. Чуть позже можно будет, конечно, все это дронами делать. Да и столбы появятся металлические. Ну, которые опоры, которые столбы. Тут, правда, загрязнение поглощаться хуже будет. Так, где так идет? Так идет сверху. Ну, понятно, отсюда толпа прибежала. Сами себя выпилили. То, что нам нужно. Так, столбецкий. К сожалению, по трошке у вас придется немножко отменить всех. Проскипать. Так, будем сюда. Столбы. Shift, левая кнопка мыши. На все деньги заказать просто. Все, что можете. Здесь, скорее всего, наверное, тоже можно так. Да. Shift, левая кнопка мыши. Отменять. Здесь тоже на все. Пускай делает. Радар надо отсюда снять. И потопали дальше вниз. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Здесь не соединилось. Столб, убирайся. Вот такой чудесной деятельности нам сейчас придется... Блин. Нам сейчас придется немножко позаниматься. Итак, практически столбы у нас дотянуты. Я немножко тут подрежу, наверное, монтажиком. Чтобы просто вот это унылое протягивание столбов не забивать моей унылой болтовней. Так. Ну и как мы можем видеть, радар... Надо посмотреть, где синяя зона начнет пересекаться. Не очень понятно, конечно. Так. Можно чанки еще проверить. Ага. Вот в этом чанке, как мы видим, синяя зона заходит. Если я ниже, отвожу. Оно уже впритык вышло. Соответственно, поставить нужно вот именно вот в этом чанке. Чанки можно выключить. Так, нет. Поставлю. Вот сюда. И выключаем. Все. Это у нас на максимальной дальности впритык зона засвета будут радары. То есть то, что нам нужно. Ну и как мы можем видеть, все вполне по квадратам получилось. И видно, откуда загрязнение... Точнее, куда загрязнение идет и откуда пойдут атаки. Эти ребята, правда, расселятся скоро, начнут. Вот. Поэтому обязательно, обязательно нужно поставить турели. Потому что когда пойдет расселение, они сюда немножко будут набегать. И я сюда закину по 10 ббшек, чтобы сюда потом не возвращаться. Вот, а ббшки у меня еще накрафтятся. Ну, ббшки бронебойные. Бронебойные. И я вот не знаю, надо ли мне еще дерево, потому что столбов у меня осталось очень мало. Да, дерево необходимо. Опять же, топ контент. Нарубание деревьев. Так, у меня готова технология. На красные конвейеры. Начал изобретаться двигатель. Я надеюсь, достаточно быстро мне получится все это исследовать. Тут опять же, надо проверить, что у нас там по компрессии. Да, нужны еще лаборатории. Сейчас приду, нужно будет увеличить количество лабораторий. Параллельно всему этому засвету. Блин, слушайте, по поводу столбов. Можно было бы, конечно, исследовать технологию. У меня железные балки есть уже, железные прутья могу крафтить, чтобы от дерева уйти. Но, блин, 120 банок тратить вообще не хочется на это дело. Это, во-первых, их надо скрафтить. Во-вторых, это потребует ресурсов. Мне, конечно, опоры вот эти один фиг понадобится. Ну, по крайней мере, вдоль железнодорожных путей их расставлять. Что-то сегодня опять какой-то кашель на меня находит. Жуки здесь справа у нас скопились. Слушайте, они уже поглощают, да? Потребляют четыре загрязнения. Вот справа написано, пальцем показываю. Это тоже потребляет. Ну и пошла так. Естественно, сейчас попытаются меня не убить. Ну, мы их опередим. И тут какой-то гад бежит. Эй, ты куда, придурок? А тут у вас... Опа! Видели, да? Гнездо установили. Пошло расселение уже потихоньку. Значит, скоро придется ставить какие-то погранпосты. Иначе они просто своей экспансии меня достанут. Так, нет. Сюда же есть. Кыш. Ускорим немножко это дело чудесное. Минус гнездо. Вопрос. Встает. Надо ли мне здесь ставить какие-то блокпосты, чтобы вот эти гады не расселялись сюда? Поставить-то, конечно, нужно. Но все же я бы предпочел вначале сюда, наверное, пробиться и здесь отбить. Тут железо 6,9 миллионов. Здесь еще 4 миллиона, то есть 10 лямов в этом углу это критично. Тут, кстати, я еще обратил внимание. Богатая горная порода. 1.G. 1 миллиард. Капец, какие-то невероятные просто количество руды. Ну, до этой богатой горной породы нам еще доиграть нужно. Сколько тут времени уйдет? Тут, конечно, генерация, да, такая получилась. Видите? Леса мало. Соответственно, жуки идут вот так вообще постоянно просто. Так, давайте-ка-то повырубаем все. Дерево, вырубайтесь. Сколько мне получится построить? Нисколько не получится построить, потому что у меня медных пластин, да, нет? Или чего там нет у меня? А, железных плит у меня нет. Но, тем не менее, я все равно сейчас топ-контент попоказываю немножко. Дерево-то вырубать надо. Так, и куда мне следует пойти? Следует мне пойти и добавить лабораторий. Лабораторий как раз-таки сейчас, в принципе, железо заберу, скрафчу. Готов у нас двигатель. Ну, и дальше мы можем смело выходить в железную дорогу. Кто-то мог бы сказать, типа, вот, в транспорт там выйди, все дела. Но для них нам потребуется выйти производство кремния, производство стали и вот это вот все. Так что назначаем исследование. Здесь назначаем исследование. И здесь назначаем исследование. Железная дорога критичная технология для нас. Ну, по крайней мере, для меня, в моем текущем случае. Не хочу это делать, никакие шины, все это совершенно мне не хочется. Вот никак просто. Повесить на железную дорогу и радоваться. Не, мини-шины какие-то делать придется в рамках там каких-то небольших цехов. Но не более того. Не более того. Ну что, давайте сейчас тогда заберу я отсюда железные плиты. Так, сколько мне потребуется, опять же. Ага. Манипулятор у меня есть. Манипулятор я подворовал. Пять лабораторий. Так, нет. Остановитесь. Это я заберу. Плиты сюда. И сделаем пять лабораторий. Вот так вот. Шестерянки вручную крафтить надоело мне. Ну и тут пока все так крафтится, это можно здесь отсюда забрать все. Да, как мы видим, вполне себе банок хватает. Поэтому можно еще установить лабораторий. Исследование еще быстрее пойдет. Если оно пойдет очень быстро, я боюсь, что я не успею просто зачистить здесь территорию. Хотя, с другой стороны, мне какая разница? Исследование все равно мне нужно. Вообще, если отключить все заводы, загрязнение само по себе рассеется. И меня атаковать перестанут. Но они не перестанут расселяться. Расселяться они будут в любом случае. Итак, у нас практически готовы лаборатории. Осталось буквально чуть-чуть подождать. Одну сюда, вторую сюда. Ну, те еще крафтятся. Так что давайте перекладывать. Здесь, здесь. Тут подождем. Хотя мне 5-то не надо. Я последнюю, которая пойдет, я ее отменю. Смысла в ней нет, потому что. Вот, отменяем правой кнопкой. И сюда еще одну лабораторию. 12 лаб. В принципе, я думаю, этого, наверное, достаточно. Больше смысла нет, наверное, наставить. Так, ребятки, у нас продолжают копиться. Сколько эволюция? 0,09 эволюция уже. Не то, чтобы совсем там как-то много, но прилично. Хватает. Потрошки отсюда забираем. Так, и сюда нужно выложить вот это вот дело. Дальше мне нужно заказать столбы. Вот, что-то типа того. Столбы заказываю на все деньги. Так, и сейчас нужно будет сделать разведку вверх и влево, вот сюда вот. Ну, и, соответственно, засветить вот эту железную руду. Так что давайте туда сходим. Я надеюсь, пока жуки меня будут атаковать, нигде у меня просадки по патронам не будет, и они меня ничего не пробьют. Хотя, с другой стороны, если даже и пробьют, я всегда смогу, в принципе, вернуться да починить. Да и не так уж их тут много. Так, где у меня пойдут столбы? Столбы, наверное, можно просто вверх протянуть. Я надеюсь, опять же, жуки эти столбы не съедят. Ну, что-то типа того, вот так. Тут можно потом будет отсыпкой выровнять вот эту береговую линию. Так, у нас идет атака. Атака прошла такая массированная, что я даже не заметил, где она была. Тут в комментариях вопросы задавали, типа, почему вот такой радиус покрытия, ну, или площадь покрытия электрической сети у столба большая. Ну, вот в моде вот оно вот так вот сделано. Видимо, автор мода очень сильно горел от того, что радиус покрытия электросети у столба у деревянного мелкий. Соответственно, увеличил его. Ну, нам это только в плюс, нам только на руку. Так что будем пользоваться. Вот с радарами, конечно, да. С радарами бы я что-то придумал. Ну, на мой взгляд, это не совсем правильно и имело бы смысл сделать несколько типов радаров. Так. Где мы находимся? Ну, здесь выровнять не получится. Радар. Соответственно, радар я где-то вот в этом месте воткну, чтобы засвет был. И все. И дальше пока что зачищать, наверное, не буду. Хотя зачистить бы надо, пока эволюция вверх не разогналась, не разлетелась. Так, ну, я думаю, достаточно будет. Ставим радар и закроем его турельками. Поставлю три турели. Может быть, это, конечно, избыточно, такое количество турелей. Этот камень вообще можно вырубить, нафиг он тут нужен. И опять же по... По 10 патронов. Ой. Ой, я остановись, что ты делаешь? 10. Тут. Тоже 10. Вот каким-то таким макаром сразу у нас есть разведка. Пошла разведка по кругу. Ну, и этих ребят, я думаю, мы уже, наверное, как-нибудь, может быть, в следующий раз выпилим. Тут их, конечно, дофига, этих ульев. Да и в целом, если я их начну выпиливать сейчас, разгонится, наверное, эволюция очень сильно. Поэтому я думаю, что я их, наверное, сейчас оставлю в покое. Трогать их не буду. Ну, и чуть позже, когда у меня побольше будет бронебойных снарядов и турелей, я, наверное, сюда пойду и завоеваю вот это железное месторождение. По крайней мере, тогда, когда у меня будет железная дорога. Просто за счет железной дороги можно быстрее будет сюда добираться, какие-то поставки организовать. Так, дерево нужно выпилить. Вот примерно такие пироги. Что ж, давайте посмотрим, что мы успели сделать за эту серию. За эту серию увеличили энергетику, увеличили выработку железа. То есть сейчас у нас уже полная компрессия на ленте идет. Увеличили количество лабораторий. Ну и вот мы видим то, что лабораторий уже практически хватает. То есть лента начинает уже потихоньку кончаться. То есть нет вот этого, нет такого, что вот здесь вот в этом участке полная компрессия. Ну и наши два радара. Бронебойные наши два радара, которые нам обеспечивают первичный засвет. По крайней мере, видно, откуда будут кусаки набегать. Тут, кстати, тоже вот копятся. И здесь потихоньку копятся. Но это фигня, это я буду постепенно по обороне увеличивать. А эту серию на этом буду заканчивать. Если было интересно, обязательно не забывайте сжать палец вверх. Все такое, комменты там оставлять какие-нибудь. Может, советы какие-то давать. Единственное, что я пишу серии пачками, поэтому советы, если какие-то качественные будут, я их только чуть позже смогу применить. Ну или на вопросы ответить. Вот на этом все. Всем большое спасибо за просмотр еще раз. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok